Всем привет! Посмотрите, кого я вам сегодня привел. Не китаец. Это Kia K7. Этого автомобиля в России никогда официально даже не было с точки зрения продаж. А она у нас есть. Машина 2020 года. Человек покупает ее в апреле прошлого года с пробегом 40 тысяч километров за 3 миллиона рублей из наличия. Комплектация предмаксимальная. За последний месяц мне написало 4 человека владельцев таких же автомобилей с желанием рассказать про эту машину. Ведь зачем вы покупаете этих никчемных китайцев, ненадежных, непонятных? Что с ними будет дальше, когда есть проверенные машины? Болячки все известны, ремонт прогнозируемый, хорошая машина, все с ней ясно. Более того, как вы видите, автомобиль у нас оклеен пленочкой, потому что у человека две работы и одна из них вот он периодически работает в такси. Заодно спросим, что вообще люди говорят про эту машину, что говорят коллеги, как она с точки зрения комфорта. Обо всем этом по порядку прямо сейчас мы начинаем. Знакомьтесь, владелец автомобиля Александр. Сань, спасибо большое, что написал. Ты правда четвертый, но один из четырех. Кто купил эту машину, я сначала думаю, ну блин, К7, ну какой-то неликвид. Кому она вообще нужна? Ты пишешь, второй пишет. И люди сейчас постепенно-постепенно ими интересуются, у вас уже и группы создаются. Наша задача в этом видеоролике показать вам исключительно альтернативу китайцам. Вот именно с этого мы и начнем. Какая у тебя машина была до? До машина у меня была Kia Optima, тоже работал в такси, подрабатывал. До этого тоже было два корейца. Kia Ceed, Kia Sorento. В общем, по корейцам. То есть фанат, приверженец марки. Так получается? Да, так и верно. Смотри, встает перед тобой вопрос, продавать Kia Optima. За сколько ты ее продаешь? Я ее продал быстро, за миллион четыреста. Машина была 18 года, пробег где-то 160. Реальность. Миллион четыреста. Сколько ты готов был еще доплатить? Дело-то не готов доплатить. Я просто хотел машину определенную, K7. Я давно ее хотел. Искал с дизельным мотором. Ну вот подвернулся вариант за три миллиона. Как бы миллион шестьсот доплатить, чем вот брать китайцев. То есть ты получается доплачиваешь без кредитов или как-то кредитов? Без кредитов, без ничего. Ну вот смотри, три миллиона рублей ты кладешь на стол и у тебя бэушная машина трехлетняя с пробегом 40 тысяч. Подтвержденный проект, правильно? Там все проверяли? Подтвержденный. Скорее все в фото, видео. Но три года машины. То есть как бы вот эта вот история не смущала то, что за такие деньги, да бэушка, а можно было бы пойти это в чайну? Ну во-первых, кореец все-таки надежность пока у них еще на старом уровне. Сейчас вот новые корейцы там пошли. Уже начинают. Уже ругают? Маркетологи начинают работать. Машина долго не ездила. Проверенная машина временем. Мотор старый, D4HB, дизельный, ставится на Sorento, на Santa Fe, на все вот эти паркетники. Соответственно тут масса меньше, нагрузки на мотор меньше. Но они ходят по 400 тысяч. Новый мотор 2.5, который они выпустили Smart Stream, он под вопросом. Сколько ему? Год, полтора, пробеги еще. Код в мешке получается некий. Мы будем надеяться, что корейцы что-то придумали, что-то доделали. Восемь форсунок непосредственными прямой впрыск. Тук-тук. Это я. Я к вам с небольшим комментариями. Ведь хорошая мысля приходит опосля. Вот сегодня ролик вроде так монотонно начинается, но очень полезная информация. Сегодня люди разделились. Новый китаец либо вторичка. Европейцы или вот давайте возьмем в частности кореец. Вы послушайте человека. Он фанат марки. Он всегда на них ездил. И сегодня у нас у многих складывается впечатление уже, что китаец снова это говно, а все что на вторичке это проверенное временем это надежно. Не забывайте о том, что у корейцев в частности всегда тоже были проблемы. Так например даже вот Саша рассказывает, что были машины с моторами 2.4, где частая проблема у мотора. Может провернуть вкладыши. Соответственно капитальный ремонт мотору потребуется. Помните сколько было криков про моторы с задирами. Вот у этой К7. Смотрите сколько моторов я вам просто вывожу на экран. Ну будут тащить в Россию, привозить машину. Нужно разбираться. Ребята просто помните об одном, что если вы сегодня примете решение покупать вторичку, не забывайте, что машины катаются, пробеги растут, растут, растут. И в какой-то момент вы можете купить машину, но не с тем мотором и попасть, так скажем, в просаг. В неудобное финансовое положение, когда тебя вот так вот на колени оно поставит. Продолжаем. На месте автомобиля Александра могла быть машина, которую купил частник для частного пользования, неоклеенная пленочкой и так далее. Но наоборот я сделал выбор в пользу него, потому что понимаете, да, такси это каждое дневное использование, это повышенная нагрузка. Таким образом можно хотя бы про машину узнать что-то больше с точки зрения надежности, износа стойкости как минимум. Мы очень часто с вами спорим. Вот эта тема номер один, где бы я не находил, у себя в комментариях, на ютюбе, в других роликах и прочих-прочих соцсетях всегда есть люди, которые говорят, вот корейцы и вообще любые европейские машины это хорошо, китайцы это говно собачье и прочее-прочее, то есть прям хейт по полной программе. Я хочу задать вам вопросы, чтобы вы написали ответ на него в комментарии. Давайте смоделируем ситуацию, что уже практически два года прошло, как официальные дилеры сказали, все, в России мы машины продавать не будем, как против нашей страны вводят санкции, на основании которых у нас не должно по-хорошему быть параллельного импорта, у нас не должно быть ввоза автозапчастей. Вот что было бы на сегодняшний день, если бы это все работало на все сто процентов, как задумывалось, что не могли бы люди привезти вот так вот для того же самого корейца, не мог бы тот же самый Александр заказать себе из Кореи запчасти оригинальные, подождать их, да еще по более сниженной цене купить, если бы этого всего не было. И в том числе, если бы китайцы тоже сказали, не-не-не, мы на ваш рынок не пойдем, до свидания. Таким образом, у нас бы сегодня бы остался бы только один автопроизводитель, отечественный автопроизводитель. И соответственно, те люди, которые хотели бы, у кого есть нужда, ключевое слово нужда, нужна машина по-любому, что бы они так покупали бы. И вдумайтесь, какая цена была бы, например, на ладу гранту, в силу того, что машину условно на страну 300 тысяч штук, а спрос на нее был бы бешеный. Она сейчас стоит миллион и более, по чем бы ее тогда продавали бы, по 5? Веста была бы, ты Весту себе новую взял? Ничего себе! Это за сколько? За 7 забрал. Это мне еще повезло. Но вы представляете, страшные вещи были бы. Поэтому то, что вообще сегодня есть китайцы, я вот подчеркиваю, если вы считаете конкретно, что Китай это хрень, окей, я даже не пытаюсь их защищать, не пытаюсь с этим спорить. Но то, что они вообще существуют, и что человек может прийти купить себе новую машину от дилера, это в любом случае лучше, чем ничего. Но в тот же момент, вот тебе, пожалуйста, вопрос. Сегодня заказать машину под себя, этот параллельный импорт, привезенную в корейца, ну ждать по максимуму, я назову до двух месяцев. Это если ты воспользуешься услугой, чтобы под тебя машину нашли, пока ее осмотрят, пока все документы подготовят, привезут. В некоторых случаях бывает так, что тачки тащат уже найденные, готовые 10 дней, 14 дней, месяц, то есть не полгода год ждать, то есть все быстренько. И вот тебе, пожалуйста, на, К-7, самая, да, вот фишка такая, я бы сказал, это место сзади, потому что даже сейчас мы настроили сиденье специально, вот я, Роса, метр восемьдесят и Саша, метр девяносто, подходи, пожалуйста, ближе. Я присаживаюсь сам за собой, ну не сам за собой, то есть за пассажиром. Смотри, давай, 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 не стесняйся, подходи. Смотри, сколько места. Ну реально много, то есть это та самая история, когда седан можно использовать как семейный. Все, что нужно в этой машине есть, здесь есть даже больше, чем нужно с точки зрения фишек. То есть сам по себе вариант такой, знаете, смотрите, он сдержанный, то есть чего-то прям какая-то она там вытернутая, такая броска из серии, как машина, не знаю, понторезка, ее не назвать. Вот обратите внимание, багажник, да, как открыть-то, где? Нету? Может так? Написали, написали в комментарии? Вот смотри, опа, прикольно, да? Багажник, понятное дело, что для Сани машина используется как рабочая, то есть вы должны понимать, что это для него не то, что там роскошь, еще что-то. Вот у него здесь омываечка. С точки зрения продажи этого автомобиля, когда он ее выставит на продажу там через, не знаю, там год, два-три, опять же, здесь самое главное, состояние, пробег, ну, по конкурентной цене, вот я не знаю, как вот вы считаете, заберут ее, нет? Просто опять же, К7 сама по себе как модель, она мало известна на нашем рынке, то есть как бы для нас это реально не ликвид, то есть вы прям так много не встретите. В тот же момент те люди, кто скажут, как вот кто-то из вас, нахер она нужна, китайская машина, вот есть кореец. Друзья, сегодня, когда мы с вами заходим на доски объявлений, огромное количество шикарнейших вариантов, по-другому не скажешь. Смотришь на машину, цена низкая, фотографии просто потрясающие, описание, пробег там чуть ли не 12 тысяч может быть, ну и так далее, от одного владельца стоял на подземном паркинге или машина из США привезена, все идеально. Начинаешь изучать историю, убитая, убитая, утопленная и так далее. Знаешь, что это такое? Знаю. Что это? Толщину мерить. Короче, друзья, толщиномер вот этот вот, его делают у нас в России, пацаны в Омске, разработали его, и это прям действительно профессиональный прибор, вот все те, кто тачками занимаются, он у вас действительно должен быть в кармане. Ты когда машину сам покупал, ты смотрел, толщину не ходил вокруг него? Нет, я доверился подборщикам в Корее, 129. И они тебе что сказали, что все шикарно? Правильно? Правильно. Когда я сейчас проверяю, есть какая-то интрига и серия типа, блин, а вдруг сейчас, знаешь, там, например, 300? Да, на самом деле. Даже если будет, то пофигу. В Москве опасно ездить, тем более, с такими пробегами. Друзья, в данный момент вот мы просто так точечно, да, проходим. Толщину он везде показывает штатно, но опять же, да, дурить не буду вас там, типа, ого, смотри, лед на машине есть, где льда нету, он считывает все быстро. В идеале осмотр автомобиля занимает, ну, я скажу так, как у новичка, там, 15 минут может займет. У меня бы он занял бы 5-10 минут из серии, что быстренько, быстренько ты прошел, все посмотрел. И таким образом ты уже будешь понимать, вот так, покупая в дальнейшем какую-то машину, новую, с пробегом, точно ли с ней все ок. Потому что я вам уже говорил, что даже есть какой-то элемент крашеный, это все в первую очередь предмет торга. На этот прибор распространяется пожизненная гарантия. У него есть возможность определения оцинковки и специальной магнитной шпатлевки. И все это по максимально доступной цене может послужить отличным подарком, если человек занимается автомобилями и автоподбором в частности. Жители всей нашей страны без проблем могут купить этот прибор, так еще ребята вышли и на мировой рынок. Если вы проживаете в этих странах, что видите на экране, пожалуйста, покупайте, привезу с доставкой и вам. Именно поэтому ссылочку на CarSys я оставляю в описании. Пользуйтесь на здоровье, мы же продолжаем. Рычаги, ты отмечаешь, что уже сейчас озадачился покупкой рычагов, заказывать себе с Кореи. А что так? 80 тысяч пробег, ребята, на сегодня. 80 тысяч. Ну, во-первых, работа в такси, машина постоянно должна быть технически исправной и на ходу. Во-вторых, запчастей пока что еще в России не так уж много. Понятно, там взаимозаменяемые запчасти. Но вот рычаги алюминиевые, здесь вон 30 тысяч стоит. Заказывайте скорее, заранее закажу, пусть лежит. У меня и масляные фильтры лежат, как бы все лежит, все запас. Люблю запас. Да. 16 тысяч, правильно получается, скорее? Ну да, где-то так. Слушай, с точки зрения электроники, вот ты отмечаешь, кнопочка без ключевого доступа то работает, то не работает. Еще какие-то у тебя проблемы были, да, с проводкой? Ну, проблем особых не было. Ну, мороз, да, видать, или сломал, вот она не работает, с той стороны работает. Но это явно дело в кнопке. Проблема с парктроником. Тоже, парктроник уже купил, 2,5 тысячи, уже лежит. Просто надо доехать до дилера поменять. Слушайте, а как так интересно получается? Вот мне знаешь, что прям даже самому интересно, если бы на этом месте стояла бы не корейская К7, а, например, черри Ариза 8. И тут прикинь, кнопочка не работает, парктроник не работает, ну, рычажки надо купить, мотор бензиновый не бери. Как вот, ты считаешь, просто твоя вот независимое мнение, это... Ну, у них других проблем много. И глюк электроники тоже. Есть. Возьмите, вот, Ариза 8, посмотрел я. Я ее до этого вообще не рассматривал. Начал смотреть, то подсветка не включается. Ассистент и адаптив то работает, то не работает. Перед пешеходом то тормозит, то не тормозит. Это в интернете, да, ты уже находил? Это в интернете, на ютубе я начал мониторить, ты мне сказал, почему не Ариза 8. Я даже китайца вообще не рассматривал. Тут заинтересовался, конкурент камеры, конкурент оптимы, ну, не конкурент еще. Короче, ты пробежался по ним и как бы понял, что нахрен. Просто к слову, смотрите, Ариза 8 одно время торговалась как раз плюс-минус там типа 3 миллиона рублей. В этом текущем году Ариза 8 мне ребята предлагали комплектацию Престиж, лишь бы забрали за 2 миллиона 70 тысяч рублей. Но это при условии трейд-инсдай кредит. Даже без этого там 2 400, 2 500 лишь бы забрали. А это как бы новая машина. Ну, 2 миллиона ей цена. Ну, за 2 миллиона берем или как бы нахрен все равно? Я пока нет. Пока нет. Ну, так да. Вот 2 миллиона реальная цена, я так считаю. Подходи, пожалуйста, ближе. Давай по-живому покажем. Вот, ребята, обратите внимание, зацените салончик. Я вам, конечно, сделаю перебивочки. Вот чем тебя эта машина подкупала? Ты говоришь, что ты ее давно хотел. Я, например, раньше о существовании К7. Ну, я, понятное дело, знал, что такая модель существует. Но я никогда про нее ничего не смотрел. Потому что думаю, ну, блин, в России ее нету. К7, ну, спорный вариант. Как бы, вроде бы длинный седанчик. Комфортный, понятное дело. Ну, в целом, что здесь у тебя? Ну, у корейцев свой стиль. Вот они как начали в каком-то году свой стиль применять, так и не применяют. Все удобно, все комфортно, эргономично. Вот даже вот кнопочки, вот там, можно потом посмотреть. Подогревы включил, выключил. Удержание в полосе включил, выключил. Не надо там лазить в магнитолу, отвлекаться от дороги, на ходу включать, переключать. То есть, само вот это обилие кнопок физического, да? Физического, именно физического. Потому что физика, это как бы люди работали над этим. Вкладывали деньги. Не надо вот там магнитолу, планшет, сенсор, все. Это дешево, это все как бы... Удешевляет. Удешевляет. Друзья, тактильные ощущения для многих действительно очень важны. Заводчика нет. Так, это у нас альтернатива, что-то типа, где даже BMW 5 серии, только более удлиненные версии. Да, наверное, вот Mercedes E-класса, потому что здесь, обратите внимание, сзади места действительно больше, чем в Kia Optima, в Kia K5, вот тут эти вот модели. Большой подлокотник. Но интересный момент, который отмечает Саша, когда пассажиры присаживаются в автомобиль и выходя встречают эту машину по морде, ведь она оклеена, то есть такая, знаешь, чуть сбивает в смысле. Какая классная модель. У Джак, ну что, да? Да, ну и Джак появился, что ли. В такси заехал. Конечно, обидно, но приходится объяснять, рассказывать, что и из Кореи здесь таких не продавались. Ну и когда присаживаются пассажиры вообще, они в целом что отмечают? С точки зрения посадки сзади, места как, много хватает, не хватает? Все в восторге, даже вот кто на BMW ездил. Ну, места много. Друзья, на улице сегодня минус 15, ощущается как минус 55, поэтому мы немножко продолжим из автомобиля. Вот смотри, по основным фишкам есть чем прям удивить, я не знаю, или здесь все стандартный набор. Что у тебя, смотри, получается подогрева, вентиляция, подогрев руля. Что еще прикольный? Старт-стоп. Стар-стоп. Встроенный регистратор, шторка заднего вида. Круговой обзор. Крывается, закрывается. Ну, в целом, качество нормальное сейчас их протереть. Просто, ну, понятное дело, на улице грязно. Ну, да. Нет, качество нормальное. В общем, смотрите, фишка в чем, да? Вот вам, пожалуйста, друзья, как бы, как я всегда вам говорю, любой каприз за ваши деньги. Хотите себе корейца, вот некоторые говорят, да, я люблю, чтобы были кнопочки, мне не нужны вот эти всякие разные дисплеи, когда просто один у тебя телевизор висит. Ну, вот, есть варианты, три ляма. То есть, если брать в расчет то, чтобы не под такси, ты, да, ее брал как для работы, а исключительно для своего личного пользования, ну, сколько там у тебя вообще маленькие пробеги и были бы? Отличная машина для личного пользования. Дизельный мотор у тебя, сколько у тебя расход на нем? Можешь посмотреть. 7,3, ребят, пишет, средний расход. ТО я сбросил, проехал после ТО, 2,5 тысячи, 7,2. Это при условии того, что ты постоянно в городе, да? Да, сегодня тоже, вот 7,2 я проехал 217 километров. По шумке все нормально, управляемость нормальна. В базе были 19 колеса, я вот перешел на 18, но чуть жестковато. По шумке, как бы, двойные стеклопакеты спереди-сзади. Не то, что там в Аризон, спереди налепили, сзади забыли. Что хочу сказать, с точки зрения, да, оснащения автомобиля, вообще, когда садишься за руль, это, ну, ощущается действительно, что машина прям большая, то есть, что это не К5. Всегда корейцы славились тем, что они были хорошо укомплектованы. То есть, я сейчас еду, у меня что перед глазами? У меня перед глазами идет проекция цветная, пожалуйста. Далее, например, я включаю поворотник, помните, да, вот эти истории, когда только появлялись у них эти функции, что ты поворотничек, включил, у тебя там камера дополнительная. В силу того, что мотор дизельный, когда стоишь рядом с автомобилем, да, есть такое то, что он чуть-чуть там тарахтит, ну, опять же, ну, дизелек, но ты садишься внутрь, ты поехал, мы сейчас даже не включаем никакую там ни ради, ничего. В этом плане тишина, спокойствие, все, ты едешь, кайфуешь. Вот у тебя есть какие-то наблюдения, прям по фишкам, что ты после оптимы, там, пересел сюда, и такой душой, нифига себе. Вот что тебе прям понравилось больше всего? Проекция, вот еще раз, может, позвон, да, да, навигация, навигацию показывают, камеры, ну, и плюс все-таки ассистенты. Адаптивный круиз, помощь при столкновении. Она даже не дает, вот, нам Каде, я собираюсь перестроиться, понятно дело, да, пищит там, предупреждение. Она может сбросить скорость и уйти от столкновения. Ну, вот она, когда сброс, сбрасывает скорость и уходит от столкновения, оттормаживает, и не дает тебе... Ну, это не аварийно выглядит, как бы... К этому надо привыкать. Даже с шашечки начинаешь играть, к этой системе надо привыкнуть. Если идешь на газу, то есть она не будет оттормаживаться. Ну, в целом, конечно, машина такая прям большая, комфортная, то есть в этом плане, если ее использовать для личных нужд, или, например, кто-то, возможно, из вас там боссом себя ощущает, ему водитель нужен, купил себе машину вот так вот под извоз, а почему нет, ну, чтобы тебя возили. Расход маленький, стоит на дороге прям уверенно. Когда люди едут, вообще, какие у них первые комментарии, что там, типа, комфорта, места много или что-то, за что тебя похвалили? Ну, места много, комфортно. Ну, и за мой стиль вождения. Тоже спокойно едешь? У меня пятерка, да, в рейтинге. Яндекс.Такси уже, наверное, месяца два держится. Не знаю, заслуга машины или заслуга вождения. Мне вот понравилось это описание работы систем безопасности, когда машина может уйти чуть-чуть влево от столкновения. Да, к этому надо привыкать, это нужно понять, прочувствовать. Когда мы нечто подобное разбирали с Жили-Манджаро, китайцем, там человек писал, машина пыталась меня убить. И зачастую, если то же самое сделает китайская машина, когда отводит вас в сторону, и вы чувствуете опасность, китайцы. Ну, ко всему, получается, надо привыкать? В остальном же, прокатившись на автомобиле, я скажу так, идеальный вариант, вот как раз, мне кажется, для семьи, для пассажира сзади. У меня она не вызвала тех самых эмоций, чтобы хотелось на ней погоняться. Хотя люди там, как бы, резвятся на ней. Разгон у этой версии порядка 8 секунд. Нахваливать машину с точки зрения, вот ты прям садишься, она тебя обнимает, ты ее чувствуешь, хочется ее управлять, я бы не сказал. Но четверку, прям вот честную, уверенную, ну, точно заслуживает. Удается на этой машине что-то зарабатывать? Просто интересно даже послушать, что-то на период февраль 2024 года. Ну, вожу только Comfort Plus, другие тарифы не включаю, потому что в основном там более долгие поездки, тысяча, полторы, две, ну, бывает там по 600, по 700 быстренько. Ну, вот я сегодня вышел в 6 утра, в 5 проснулся, в 6 медосмотр, вот до 9, потом еду навстречу, 5000 чистыми. Ну, минус бензин. От 5000 минус бензин? Да. Ну, а так ты вообще не считал в месяц, например, если высчитать, допустим, общий доход, дальше минус там расходы, ну, там, налог, бензин, мойки, обслуживание, как-то ты закладываешь просто, вот, в реальном. Ну, не основная работа, поэтому... Ну, хотя бы даже с тем границем так ты работаешь. Ну, в среднем считать тысячу рублей в час. Вот так вот, чистую? Чистую. Вот, друзья, и пожалуйста, то есть 8 часов поработал, 8 тысяч. Ну, да. 10, 10, а там уже выше... А там как на рыбалке, повезет, не повезет, можно и 15 заработать. Ну, в целом, как вот, сегодня народ-то вот в Comfort Plus нормально попадается или уже истории полным-полно веселых? С утра нормальные люди. Вот я работаю с утра, едут на работу, по делам. В пятницу вечером не работаю, в субботу вечером не работаю, потому что, ну, не могу я под выпивших людей возить. Это весело. Шеф, откуда у тебя джак-то новый взялся, бля, примерно так. Я хочу сейчас быть немножко в роли хейтера. То есть я тебе такие кайрзные вопросы. Может быть, места где-то они прозвучат грубовато, ну, а ты как владелец ответишь. Отвечу. Вот смотри, ты купил себе херню неликвидную, вот эту корейскую, 4 года машине уже, там, 3 миллиона рублей за нее отдал. Кому ты ее вообще продашь? Вот ты сейчас покатаешься, там, 80 тысяч, у тебя будет 120, 180. На каком пробеге вообще ты ее в целом планируешь реализовывать? По поводу продажи, вопрос цены. На любой товар найдется свой покупатель. Ну, ты-то отдал 3. Я ее скину, тысяч на 100-200 дней же рынка, и жалеть не буду. То есть тебя так же, как бы, этот вопрос продажи, он тебя не пугает, не смущает. Решишь по-любому. Решу. С точки зрения того, что ты покупаешь себе поюзанную машину, попользованную, ведь можно было купить новую машину, у тебя была бы официальная гарантия, не нужно было бы тебе заниматься этими вопросами в виде заказа в себе рычагов, поехал к дилеру, там, отдал ремонт. Официальная гарантия, понятие растяжимое. На подвеску 70 тысяч гарантия. Тут уже 80. По поводу БУ, не БУ. У меня три машины были у новых. Сейчас у меня К7 БУшная и Карнивал БУшный, тоже с прогиблигом 40 тысяч, ну, для работы. Ну, гарантию нужно ждать. Ждать запчасти. Да, в твоем случае это где-то деньги, да. Соответственно, тебе вариант такой вообще в целом. Тебе есть гарантия, то это надо, чтобы ты утром сдал, вечером забрал. Ну, конечно. А такой вариант как бы невозможен, поэтому вот это тоже важный момент, кто, не только такси, кто там, я не знаю, там, для рабочих целей, когда ты просто даже там тупо каждый день ездишь на машине, у тебя нет возможности там ждать, да, ремонт. Ну, те же пытаются в месяц, да, и ждать там запчасти. В такси, вот, вариатор полетел. Вот, ну, встала машина работать. Они плюнут на эту гарантию, поедут за свои деньги сделают и будут дальше работать. Твое мнение финальное, после этой машины что ты будешь делать? Так не думал о перспективе? Покупать точно так же корейца дальше или посмотришь по ситуации? Однозначно корейца, ну, смотрю на когось. Уже посмотришь, да? Ну, вот как раз они 21, через 2-3 года они станут проходными. Если все нормально будет, то из Кореи уже. Если бы человек сейчас у тебя спросил бы твое мнение просто независимо, хотя по разговору уже чувствую, что ты, как бы, человек, так скажем, корейский, тем не менее, вот сидит там парень, дядька, не знаю, девушка. Саш, вот имею там 2-3 миллиона, 4 миллиона рублей, и вот голову ломаю. Китайц нового взять, любого абсолютно, любой бренд, или же все-таки тоже корейский автомобиль, что бы ты ему сказал? Если деньги на руках, то корейцы. Если залазить в кредит, то китайцы. Гарантия все-таки, тем более в кредит берешь, гарантия нужна. Ту историю, что вокруг китайцев раздувают, вот так вот, серии там плохие, ненадежные, страшные и так далее, ты вот в целом что считаешь? Это действительно так или это больше хайп какой-то? Ну, просто китайцев много очень. Процент брака все равно никто не отменял. Но пока китайцы я не готов покупать. Таким образом, вот такая у нас с вами получается картина. Миллион четыреста человек продает свой автомобиль, нужно было доплатить, миллион шестьсот. Получаешь ты автомобиль классом выше, пробег сорок тысяч километров, на момент покупки автомобилю три года, машина из наличия, приезжай, смотри, трогай, щупай, оплачивай, и уезжай. Он ее взял как рабочую лошадку под такси, под личные нужды. Кто-то, возможно, купит подобный автомобиль, и люди покупают подобный автомобиль, исключительно для личного пользования, в силу того, что машина нафарширована по опциям, машина ясна и понятна, люди ее не боятся, люди знают, как ее обслуживать, ее знают, как ремонтировать, на всякий случай. Опять же, вот здесь мотор, 400 тысяч, вот человек говорит, ходит. Задача этих видеороликов в современных реалиях подсвечивать автотему с разных сторон. Вы любите машины, я люблю машину, мы хотим покупать машины, но цены такие, что мама дорогая, и начинаешь смотреть по сторонам. Что же есть? Китайца не хочу, что-нибудь другое, пожалуйста. Хотите принять участие? Вы купили себе автомобиль с пробегом вместо нового китайца или же наоборот отказались от проверенных брендов в пользу китайца? Пожалуйста, все контакты со мной в описании. Точно так же оставляю телеграм-канал, куда вы можете подписаться. Там я делаю различные публикации, в том числе подборки с автомобилями от официальных дилеров. Если нужен кому-то привоз, обращайтесь без проблем, привезем вам хоть черта лысого из-за границы. Не добавить, не убавить. Ваше мнение я жду в комментарии. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok